Здравствуйте! Я Лилия Игликова. Стало известно, что Казахстан станет полноправным членом ВТО уже в декабре. Переговоры длились 19 лет. Какие преимущества дает членство во Всемирной торговой организации нашей стране? Говорим об этом с экономистом Алжасом Худайбергеновым. Он с нами на связи по скайпу из Астаны. Алжас, здравствуйте! Здравствуйте! Понятно, что Казахстан интересен странам-партнерам как дополнительный рынок сбыта. Что дает нам вступление в ВТО? Честно говоря, текст договора с приложениями вступления в ВТО еще не опубликован. И говорить конкретно о минусах и плюсах еще не представляется возможным. То есть, как только опубликует, потом прочитаем, все это оценим и после этого можно будет конкретно говорить. Сейчас же можно судить лишь предположительно на основе опыта других стран. Вот, скажем, ближайший опыт – это опыт России. И каких-то серьезных плюсов, честно говоря, я пока не вижу для Казахстана. Если говорить о том, что для нас будут открыты рынки сбыта, в смысле, они и сейчас есть 90% экспорта, сырьевые товары, начиная от нефти заканчивая металлами. И все это теряется в долларах и давно поставляется внутренние стороны. Поэтому здесь не приходится говорить о том, что дополнительный рынок и рынки сбыта будет. Поэтому каких-то явных плюсов я пока не вижу, сходя из опыта других стран. Тогда о минусах. Как Вы сказали, Россия тоже является членом ВТО, но это не защищает ее ни от санкций, ни от торговых войн. Да. В целом, ВТО предусматривает различные инструментарию по защите собственных производителей, скажем, в случае чрезмерного роста импорта или же какие-то технические ограничения. Либо это вот война санкций, но только с закрепленными в этом. То есть Россия, несмотря на то, что является членом ВТО, она испытывает максимум того, что про все противоречия права ВТО. Россияне поддерживают свою экономику в основном сейчас за счет экспорта резко подешевевшей продукции. Казахстанцы скупают российский товар и тем самым ослабляют собственную экономику. Если казахстанские товары не выдерживают конкуренции с российскими, то как быть с мировыми конкурентами, которые добавятся завтра? Ну, сперва парафея. Вообще, вот, насчет ослабления рубля. Здесь, из России мы завозили в 2013 году товары на 17 миллиардов долларов. Из них 4 миллиарда потребительских. 14 миллиардов – это промышленные и промышленные товары. Так вот, промежуточные и промышленные, там физический объем, он не может сильно меняться из-за производственных обстоятельств. Там, скорее всего, даже немножко упало, потому что у нас очень много инвес-проектов, они встали под вопрос. В целом из-за того, что цена на нефть упала, у нас в экономике такие кризисные процессы. И, ну, долларом выражения, их цена сильно упала на эти промежуточные и промышленные товары. Что касается потребительских товаров, то там наблюдался сильный рост по ввозу автомобилей. Но уже вот в апреле-майе этот рост, то есть завоз практически, чрезмерно рост, он прекратился. Все вернулось в прежнее русло. И за счет того, что вот сеть, инфляция, она почти догнала девальвенцию. Теперь, если курс рубля дальше будет так сохраняться, то в следующие месяцы мы увидим спад импорта российских автомобилей. Так как был такой эффект пылесоса за короткий промежуток в рюкме, весь этот спрос, который мог бы быть, он уже реализован. И в дальнейшем он не пойдет. Но, вообще, после вступления в ПТО, действительно, у стран, так как общая цена, они снижаются, общий таможен, который снижается, и у стран остается практически единственный инструмент, экономический инструмент, который позволяет удешевлять собственную продукцию. Это девальвация собственной валюты. И есть еще, конечно, технические меры, но он краткосрочен, так как в течение какого-то времени страны умудряются выйти на должный уровень качества, и, соответственно, этот инструмент он теряет силу. А экономический инструментарий в виде девальвации, он остается тем популярным. И вот сейчас говорят из кризисных процессов, как страна пытается защитить свой рынок за счет ослаблений, и из-за этого появился термин валюты к войне. Но вот одна сторона, она по-разному подходит к этому вопросу. Скажем, Япония, она постепенно, бывает, вырвала иену с середины, с осени 2012 года. И достаточно предсказуемая валютная политика, а не так, как в России, это был спад на 80%, потом он крепился на 30%. В таких условиях трудно прогнозировать цену деятельности, и при этом в России это вырезалось в том, что ставки по кредитам выросли, промышленное производство начало падать. И в целом, вообще, после вступления в ВТО, вопросы облетной политики не становятся еще более острее, и здесь необходимо уже действовать не 5 горями, как бы, течет 5 года, 2, а более того, что 5-10 лет. Насколько актуален вопрос очередной девальвации в Казахстане сегодня? В этом году, я думаю, не будет. А как будет в следующем году, я думаю, уже к концу года откровенцируемся. В выступлении Нурсултана Назарбаева говорилось, что от Казахстана требовали снижение субсидий для сельского хозяйства, но правительство отстояло свои позиции. Также касалось это вопросов казахстанского содержания, рынка финансовых услуг и телекоммуникаций. Создается такое впечатление, что другим членам Всемирной торговой организации невыгодно экономическое развитие нового члена. Согласны ли вы с этим? Конечно, страны между собой конкурируют и всегда стараются вытерпевать для себя удобные условия, и так, чтобы страна не могла защищаться. Но термин «защитительское хозяйство». Вот, скажем, Китай, наш сет, из которого мы много продавцы на товаро-непортеры, он стопил на условиях, когда он может субсидировать сельское хозяйство в объеме 8,5% от ВВП отрасли. То есть от вала продукта в сельское хозяйство. И если мы, то есть, с его казахстан, цифра, которую он может направить на существитель, примерно 8%, 7% или хотя бы 5%, то в цепи можно сказать, что мы защитили. Если же ниже 5%, то здесь вряд ли мы можем говорить о защите. Некоторые эксперты уже высказали такое мнение, что благодаря вступлению Казахстана в ВТО на нашем рынке смогут работать иностранные финансовые организации. А это значит, что появятся на рынке дешевые кредиты для граждан. Согласны ли вы с этим? Вряд ли. Во-первых, опять же, я точно не знаю, в каких условиях мы вступили. Но обычно, когда дают переход на предыдущие, где-то 6 лет. И через 6 лет после вступления УТО иностранные банки могут открывать зачем-то структуры, не получая лицензии напрямую от Национального банка. Но при этом они все равно подпадают под претенциальное регулирование Национального банка. И вот вопрос в том, в какой валюте они будут кредитовать. В любом случае, они будут нести расходы здесь так же, как и другие банки. Плюс тенговую ликвидность они будут получать так же, как и другие банки. И если речь идет о тенге, то я не думаю, что ставки как-то отличаются. А что касается кредитовой валюты, то здесь ставки могут быть ниже. Но я не думаю, что там будет какое-то сильное отличие. Здесь единственная разница, это вопрос лишь качества работы этих иностранных банков. У них бизнес-процессы, я думаю, скорее всего, лучше организованы. И плюс автоматизация и прочие технологии, я думаю, у них лучше проработаны. Но это опять же просто предположение, а конструкция, это возможно будет видеть через 6 лет. Вопрос сокращения бюджета. В принципе, на этот год бюджет уже как бы сверстан, сокращен. И в этот год вряд ли параметры бюджета будут меняться. А вот на следующие годы, скорее всего, бюджет изменится. Но это очень будет подана избавка. Но на сколько и какие статьи пока еще открыть трудно. Но думаю, что правительство, опять же, сделает акцент на том, что социальные расходы не будут урезаться, а будут урезаться другие расходы. Но здесь есть один такой пункт. Во время кризисных событий государство должно, наоборот, наращивать расходы. И в этом и, собственно, заключается этот контр-циклический политик. Когда жмается частный сектор, то, что примерно на величину сжатия должно расшириться. И стараться сделать не только повысить расходы, но и сделать так, чтобы все оперативно оплачивалось. Потому что каждый невыплатный тенге из бюджета, он акцирует невыплаты и дальше по цепочке. Скажем, в начале года с января, где-то по апрель, насколько я знаю, задерживались выплаты. И, в принципе, из-за этого, читаясь бизнесом, она не получала средства и дальше приостанавливала свои расходы. В мае, я насколько понял, уже ускорились, и в мае более-менее ситуация нормализовалась. Желательно, чтобы в дальнейшем такие вещи не пропускались, а и в целом бюджет по идее надо нарастить. Также, конечно, у бюджета есть доходы, которые связаны из-за цены на нефть. И цена на нефть, если она дальше будет низкой, то эти доходы, они упадут, и, соответственно, расход придется финансировать за счет бюджета. Но у нас есть такой плюс, в том, что из-за того, что страна теневой экономики, очень, скажем, есть много вещей, которые можно исправить. За счет исправлений можно, в принципе, наполнить бюджет, даже при текущих кризисных условиях. Но, простой пример. Вот, скажем, когда компания ведет свою деятельность, она пытается уходить от налога. И она использует обнадные конторы. Есть стоимость обнадных конторы. Когда он платит туда свои ставки, там она сне, проценты, восемь процентов. Если проработать налоговую схему налогообложения именно для этой отрасли так, чтобы предприниматель теперь платил все налоги в бюджет, то можно все сделать так, чтобы реальная налоговая нагрузка для предпринимательства не увеличилась. Но при тех деньгах, которые раньше уходили на оплату обнадных услуг, теперь пойдет бюджет. Но это вопрос изменения оптимизации налогополитики так, чтобы все все вправо было. И я думаю, если все это будет сделано, и в бюджетах появятся деньги, и можно держать расходы на повышенном уровне, постепенно дождаться момента, когда цена на нету все-таки будет. Если цена будет на низких уровнях или даже еще ниже пойдет, там тоже есть процессы. Чем дольше для цены, тем больше вероятность снижения добычи в последующем. И, соответственно, наступит где-то через 2-3 года момент, когда спрос на нефть будет восстанавливаться, а до ключа она будет падать. И в этот момент, скорее всего, цены нам может всегда вырасти. И еще о конкурентноспособности наших товаров. Что, кроме нефти, Казахстан сегодня может поставлять на экспорт? И насколько выгодно продавать нефть сегодня при нынешних ценах? Когда говорят о том, чтобы мы пошли на экспорт, естественно предполагается, что это будет готовая продукция, промежуточная продукция. В целом это продукция, обрабатывающая промышленности. И за эту отрасль у нас сейчас отвечает программа ФИРУ за 2015-2019 годы. Это второй этап. Но я думаю, что она вряд ли окажется успешной, она не достигнет нужных целей, потому что здесь три фактора. Первый, из-за снижения цены на нефть будут снижены инвестиции как раз частным сектором. Обычные предприниматели, скажем, крупные предприниматели, у них есть доход от нефтянки, и часть дохода он перенаправляет на инвест-проекты в артическом секторе. Соответственно, если у него там доходы снизились, то он снижает инвестиции в обрабатывающих секторах. Теперь, если государство снижает, тоже снижает расходы из бюджета, там какие-то другие программы начнут урезать, то опять же эти деньги не дойдут до обработки все промышленности. Плюс, вот скажем, первые пяти лет предполагалось, что каждый год 8 миллиардов долларов тратится на цель индустриализации. Но реально дошло где-то около 500 миллиардов чисто. 500 миллиардов тенге, это каждый год по 100 миллиардов, это на самом деле очень маленькая сумма. Причем в виде инвестиций, в основной капитал, там на самом деле очень маленькая сумма дошла. И есть еще третий параметр, это общая декоративная ситуация в стране. Из-за ожидания демокрации ставки подросли, условия кредитования улучшились и так далее. В этих условиях проводить политику, которая будет развивать нашу обрабатывающую промышленность, практически невозможно. То есть, вот программа, она хорошая, там много хороших слов, что вот надо развивать обрабатывающую промышленность, но сейчас в экономике нет условий, чтобы обрабатывающая промышленность развивалась. И здесь, я думаю, здесь должна быть цепочка, то есть комплекс мер, который позволит решить проблему на всех участках. В принципе, вот та же самая тенговая гарантия, которую мы в начале года обсуждали, она позволила бы нарастить, увеличить объем тенговой региции, снизить ставки. Потом есть проблема кредитов в экономике, причем очень много плохих кредитов и в том же обрабатывающей промышленности. Вот когда появляется проблемный займ, это означает, что налог, который под ним, он стоит и не работает. А для того, чтобы банки пошли на реструктуризацию по плохим кредитам, им нужно создать налоговые условия. То есть, когда физлица речит о БПН, когда юрлица теряет АКП. То есть, когда банк терпит обытки и списывает долг, то это засчитывается как доход физлица или юрлица и, соответственно, обрабатывается налогом. Я думаю, где-то надо создать условия, где-то, скажем, срок год дать, чтобы в течение года банки быстро расчистили свои активы и реструктурили вот этот кредитам. А потом уже откроются возможности для всех этих предприятий заново начать инвестиционные проекты. С какими собственниками поменяются в процессе реструктуризации. Ну и плюс на сборка появятся условия, чтобы начать влипать достаточный объем ликвидности, чтобы экономика была обеспечена долгосрочными средствами, длинными деньгами. И только тогда Казахстану будет выгодно быть членом ВТО? Да. В целом же есть очень много потенциалов по снижению издержек. Вот, скажем, есть процентная нагрузка на предприятиях. Сейчас кредиты дают на 25%. Можно снизить теоретически. Это очень реально снизит до 67%. То есть нагрузка упадет на 10%. Потом есть оптимизация налогообложения так, чтобы, опять же, полная налоговая нагрузка, она будет 20% от оборотов. А можно сделать так, 10-12%. То есть, опять же, снижение. Плюс есть инфраструктурная нагрузка. Вот когда предприниматели производят проекты свои, и они подают на программы поддержки со стороны государства, вот сама эта снижение очень долго рассматривается. И предпринимателям легче самому все сделать, чем ждать и терпеть убытки за это. Есть еще, скажем, коррупционная нагрузка. Ладно, не будем говорить про эти тендеры. Есть элементарные самих честных предприятиях. В арт-стоп практически на всех округах. То есть на нижних. Все же примерно знают, на уровне завсклада, снабженца, финдитриектора, кассикера. Каждый сотрудник может по чуть-чуть воровать, но в целом на уровне компании это 5-10%. И вот когда предпринимателям хочет на него, суд под сотрудниками начинает угрожать. И вот я пойду в прокуратуру, финдпол и так далее. То есть у вас двойная бухгалтерия. Поэтому надо предпринимателям создать условия, при которых у него двойная бухгалтерия исчезнет. И тогда предпринимателям в принципе начнет наказывать сотрудников, которые воруют. А пока у них нет возможности вести правильную бухгалтерию, у них всегда будет страх, что сотрудник пойдет, заявит в финдпол и естественно он лучше просто сотрудник отпустит. Как все эти сотрудники это видят, то есть это стимулирует, что можно своровать у компании и остаться без наказания. То есть если вот все вот эти виды на кузах спредставать АУ, то у нас себестоимость продукции может быть снижена на 40-50%, то есть практически в два раза. И вот тогда наш стандарт очень конкретно разводный. И еще, Алжас, как сочетаются требования ВТО и ЕАЭС? Нет ли в них противоречий? И не противоречит ли соблюдение этих требований национальным интересам? Ну, раз Россия вступила, скорее всего, нет. Единственный вопрос был, видимо, в согласовании ставок по ставок таможенных пользователей. Россия уже вступила в августе 2014-го, после этого таможенные ставки изменились, снизились. И то есть ставки, которые были в 3С, они подступились под ставки, которые все договорились с проходовым. И поэтому здесь противоречие было устроено, и в остальных пунктах, видимо, противоречий нет. Не противоречит ли соблюдение всех этих условий национальным интересам? Если говорить в целом, то у нас средний таможенный тарел вернется на уровень 6%, который был у нас до таможенного союза. То есть с этой точки зрения мы не сильно проиграем, даже если это так окажется. Но у ВТО есть такая особенность, в частности с Россией. Когда они договаривались, там снизились ставки на импорт готовой продукции, патриотических товаров, но при этом повысили ставки на импорт промежуточных товаров. И из-за чего внутреннее производство стало менее выгодным, а импорт стал более выгодным. То есть это, если у нас так же, то опять же это будет нагрузка для обрабатывающей промышленности. Спасибо вам за интервью. До свидания. До свидания.